Мы продолжаем наш урок. Таня, из самого начала находимся в шестой главе, в русскоязычный перевод. Мы находимся на 62 странице, первая строка на русском переводе. Мы учили прошлого урока, кто такая животная душа. В первой главе нам рассказал Реве, что животная душа, ее корень, ее источник, ее можно сказать в кавычках, творец. Богу-то сотворил все. Но кто его учредил, кто его рожал, такая, как она есть, это клепот ангеле, который называется клепот. Животная душа у евреев учредила, учредили ангеле, которые называются клепот нога. В этом учредении дочерняя компания клепот, вплоть человек, устроенный еще характер, тяга. Этого характера или тяга, куда они, куда она ведет человек, устроены из четырех элементов, похожих на материальных элементов. Огня, вода, воздух, земля. Каждый из них воплощает в смысл определенный вид характера. Итак, животная душа, которой рожали, учредили клепот, получает не только натуру, она получает тоже тяга, куда она хочется. Вот это четырех элементов. Вот в нашей главе, шестая глава, нам рассказывают, что так же, как божественная душа имеет, кроме того, что она часть Всевышнему, в отличие от животной души, что это часть клепот, часть Всевышнему, есть у нее определенные виды силы, которые через них она выражает в себе, которые разделены на двух частей, разум и чувства. Так же, в параллель, зель ума зе, это против того, животная душа имеет десять сил, разум и чувства. Только, в отличие от божественной души, где разума, не только направляет, не только объясняет, но вообще порождает чувства. Чувства рождены разумом у божественной души. А животная душа, это не так. Первое и главное есть чувства. Все начинается от чувства. А разум ее направляет и обогашает. Например, маленький ребенок будет сперчивать о глупые маленькие виши. Взрослый, в отличие от таких глупостей, он вообще не обращает внимания. Ребенок будет хотеть простые виши, очень банальные простые виши. Развитый человек будет хотеть намного сложные, намного собранные какие-то мысли и желания. То есть, разум только направляет куда, как, сколько. Но желания у них есть силу по себе. Это того, что мы учили прошлого урока. Теперь почитаем еще чуть-чуть дальше. Весер пхинес элуатмейес. Этих десять силы, которые имеются, они держат характер всего, животная душа. Эсер пхинес элуатмейес. Десять этих силы нечистоты, которые одом мехашев в боэн. Когда человек думает о них, он говорит о них, ой, ой, сэ, или он десет вовоец, как они хатятць. Харэй, врезултат, махшавтой шабамоихой, мисли катары вивоо разум, ведибугой шабапив, и реч катары, виходит изивоо, уст, изивоо рот, в коя хамайсэ шабиодов, и детство, которое концентрируется, например, в его рук, в шаревуоров, или в других частей его тела. Некраим левушей мисаву, они называются грязные одеяния, левушей мисаву, лэссэр пхинес элуатмейес. Они одевают, кого они одевают? Они одевают этих десяти силы, которые тоже нечисты. Шэмэшлэп шэйсбогэн, которые они в них одеваются. Бешасмайсэ, о дибу, о махшаво, когда он действует, или говорит, или мыслит. То есть, так же, как мы учили в четвертой главе, что есть у божественная душа три одеяния. Какой мощь, какое преимущество есть в этих три одеяния, три одеяния, которые божественная душа держит? Какое у них преимущество? Преимущество, что через этих трех одеяния они могут связываться с заповедью и учением Тору. И через это есть большое преимущество к тому же одеянию над силой, десять силов божественной души, а в том, что только через одеяния я могу связывать с себе к Творцу. Потому что связь с Творцу происходит только благодаря выполнению заповедей и учения Тору. Та же самая. Мы говорили, что это напротив это у животной души. Когда животная душа уговаривает нас действовать или говорить или мыслить о ее желании, и я это делаю, то я привязываю моя животная душа грязно. Какой грязь ведет речь? Животная душа сама грязная. Она уже из клепот. Что за грязь, к которой она может еще идти? Ну, как вы думаете? Ответ на ваш вопрос греху хорошо. Ну, и как? Ну, хорошо, расскажи. Ну, как? Я не знаю, как. Мысли, мысли. Я еще раз говорю, давай разберемся. Мы будем обсуждать это сейчас. Получается, получается, что животная душа, ее папа в евреи, это папа и мама, это клепот. Клепот, клепот много. Когда я думаю о покушать, не для того, что кушать, для того, что потом идти молиться, потом, после покушать. Я буду кушать кошерное питание. Только я не подумаю о всевышнем, а покушаю, 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 подумаю, на удовольствие, своим удовольствием. Или я буду говорить глупости, просто общаться о глупости, ни о чем, ни о греху, ни о чем. Или я буду я не знаю, руку играть какие-то, ну, что-нибудь. А в чем плохого? А в чем такого, а куда я еще могу упустить? господин Заван Шапутинский нам предлагает, что это идет речь о грехах. Когда я действую в грехах, то я упускаю, спускаюсь еще глубже куда. Какая? с этих вопросами мы будем заниматься в ближайшей шестой, седьмой, восьмой главе. Как наши действия, как наша речь, как наши мысли, куда они нас водят? Но сейчас ставится просто фундамент. Мы должны понимать, что каждой нашей мысли, каждой нашей речь и каждое наше действие имеют на наш внутренний мир большое влияние. И мы выполняя заповеди поднимаемся, не выполняем заповеди снижаемся. Вот такая простая математика. Действую правильно я становлюсь выше, не действую или действую нейтрально я падаю. Теперь надо понимать, хорошо, если я действую плохо, понятно, например, если я кушал некошерная пишу, то я снизился. Если я в субботу починил машину в гараже, то я снизил себя. Если я наговаривал надругом некрасивые слова, я снизился, я снизил себя. Понял? А если как мы говорили, я просто говорил, Игорь, ты знаешь, вкусная лопушка, очень вкусная. Что плохого? Я просто говорил ему похвалу. Можем вопрос. Это вы снизились и ваша душа или это одно и то же? То есть, объясни. Кто снизился? Объясни вопрос. снизились. Да. Кто? Поели не то, что надо или вы граждане что-то не то сделали. Да. И снизились. Это божественная душа снизилась? Ну и или или вы это кто? Кто такой я? Вопрос. Тогда уже можно говорить, кто снизился? А вы смеетесь. Правильный вопрос. Очень хороший вопрос. Кто этого, который снижается? Ну понятно, мы говорим об этом каждого утра, начинаем с утреного благословлений элой гай нэшом ошен оса тоби тэгой ро ги. Бог мой, душа, которую вы отдали мне, она чистая. Так получается, что если согрешаю, она становится чистой. Божественная душа действительно не становится никогда грязной. Божественная душа упускается с нами. Это еще хуже. Это как выражается в книге Зуар. Это как будто в зад головой цара внутри бочка с грязью. Это в зад божественная душа упусти, упускать ее с собой вниз. Потому что она же чистая. но она не плашается плашается от меня. Она со мной. Поэтому она жутко страдает. Но она не становится грязной. Она по-прежнему чистая. Да. Но она еще и больше страдает. Что лучше? Объясню это. Как будто давай спросим это по-другому. Когда человек работает на шахту. И он каждый день потеет. И каждый день грязный. И во время рабочий все воняет вокруг него. И все грязно вокруг него. Он вылезет в конец смену из шахты. Что он будет делать? баня идёт. Каждый и каждый день баня? Конечно. Святой день. Попробуйте не закрывать. Понятно. Баня идёт. Хорошо. Но они чувствуют, когда выходят из смену или посередина смены они чувствуют себе невыносимо грязный. Не привыкает. Это нормально. Они так не чувствуют. Они так не чувствуют. Скажем, это так, как вы говорили, попробуй закрыть баню, но если сломанная баня, им переломали привычка. Но они не следят в себе. Все хорошо. Но если мы отправим теперь не шахтеры, а начальник завода поработать смену на шахте. Это человек, который привык уже давно сидеть на кресле чистую офисом с кондиционер, секретар, кофемашину. Отправить его работать в шахту. Человека с духами в белом костюме опустить грязь. Вот такой пример. Кому больнее и тяжелее? Да. Кому привык к чистоте. Конечно ему. Так это как вы говорите правильный человек, который хотя бы когда-то поработал. А если отправить меня в шахт? То есть получается, когда божественная душа упускается из раю, самое обстоятельство, которое она снижалась из мир брия возле ангелов, возле других душей, где она видела божественность и находилась в святость, и она попадает в этого дикого мира, это уже ее очень тяжело. Каждый грех, который мы делаем, тянем ее за собой туда в грязи, то есть хуже и хуже и хуже и хуже. Для нее это очень больно. Но она сама не становится грязной. Она чистая. Животная душа. Это всегда грязи. Кого мы снижаем? Ответ нет. Вот и вопрос. Поэтому говорю, что хороший вопрос. Помните, мы учили о Билам? Билам, пророк Билам. Он очень хотел проклинать народ Израиля. Настолько хотел, что каждый раз он пытался делать какую-то манипуляцию над Всевышним, что он разрешит ему пойти и проклинать народ Израиля. И несмотря что он видел, что Всевышний это не хочется, он все-таки пошел. Похитрили пошел. Когда он зашел туда уже к Балак, он три раза попытался все-таки проклинать, сглазить что-нибудь, не получается. И постоянно он говорит Балак, ты меня извини, я очень хочу, очень хочу, но я не могу делать против Всевышнего. Билам это воплощение суть клепот. Написано в книге Зоа, что он был послан клепот. Что такое клепот? Что это за ангелия? Это ангелия, которые уверены, что есть Всевышний, но также уверены, что их есть. Они уверены, что есть Всевышний и у него есть желание, но также считают, что у них есть право на желание. В отличие от святых ангелий, у них нет права на желание. Они просто полностью сливают себе внутри сливают внутри Всевышнего. Клепот не так. Клепот считает, что у них есть тоже желание. Они выражают определенный вид личности, имеют своих желаний. Животная душа еврейского народа, она тоже как Билам посланный клепот. Какая вид клепа? Клепот много. Клепот много тоже есть много разных видов клепот много. Клепот много это выражение, что это вид клепот, это вид ангелий, а не смешанный добро зла. В Бир Брия там есть тоже клепот много, там есть такие клепоты, но этих ангелий, у них большинство в них добро. Только чуть-чуть зла есть, а в чем выражается их зла в мир Брия, что они себя чувствуют, всего лишь на все, они себя чувствуют, они существуют. В наш мир, особенно в материальный мир, вид клепот выражается в том, ничто не существует, это понятно, это им все ясно, что да, есть всевышний. Как выражается того, что есть всевышний, согрешить они не способны. они не способны идти против Бога. У них есть желание, они очень хотят, у них есть искушение, но идти против всевышнего они не способны. Кто способен идти против всевышнего? Но они толкают. Люди при толкают. У них искушение, но они не идут против. кто может идти против всевышнего? Единственное человек. Что происходит, когда человек идет против Бога? Он их обогашает. Они получают от этих поступков обогашение к себе. Поэтому мы говорим, что когда мы согрешаем, мы увеличиваем значимость клепот. И когда еврей делает чува, он уменьшает количество клепот. Он убивает их. Поэтому когда еврей делает грех или делает поступок, который не для всевышнего, потом изучим разницу, что происходит тогда? Он снижает своего собственную животная душа на новую эру. До сих пор она была только с желанием, а теперь она переступила грань, она делает против всевышнего. До сих пор это не было. Когда ребенок рожден, идти против Бога он не способен. Как только он делал этот шаг, он уже перешел гранит. Он уже обновил новое обновление в жизни. Я делаю против всевышнего. И это для животной души тоже непривычно. Непривычно. Понятно? вот эти ангелы, чувствуют себя, которые знают, что все есть, но они чувствуют себя. Это сотворение всевышнего? Да. Значит, всевышний их сотворил. Да. Значит, у них такая миссия. Да. убивать человека, убивать животную душу, куда идти за теми ранними. По-любому они тоже наступят всевышнего. Так же, как сатаны, другие ангелы. Это значит, их миссия? Это об этом написано, что этих видов ангелей, о них написано, пророчества разных местах, что они и есть тем, которые я ненавижу. Всевышний это говорит. То есть всевышний для того, что сотворит мир с равновесой или искушением, внуждается сотворить таких тварей. но он их не любит. Мы будем изучать этот потому, что они нужны, такие нужны, для равновесия. Иначе нет веры. А еще можно вопрос? Когда происходит крипот эти ангелы погибают, да? Или как? Куда? Когда это не вопрос погибает или не погибает. А что с ними происходит? Чува это совершенно другого. Мы вместе целлюн занимаемся только и Чува. Когда евреи делают Чува, это не вопрос они погибают. Они потеряют власть. Весь смысл клепот это того, что они чувствуют, что они есть. Когда ты говоришь, я с вами не дружу, я не хочу вас, и вы для меня ни приоритетны, ни авторитетны, никто, они теряют свое смысл в жизни. Поэтому это называется их снижать или ломать. Они переломаны. Когда человек говорит не с вами, не хочу, не считаю с вами, то это для них большой удар. Как вы не станете? Я рассказал это однажды, я расскажу это еще раз в тему, что однажды один из хасидов, рабов из Межипуш, он был внук Балшем Това, великий праведник во время Магедизмезрича. Один из хасидов шел в лесу, очень был уставший, голодный, увидел какую-то хату посредине леса. И зашел туда, и на удивление он видит несколько религиозных датичных стариков, сидят с Тальмудом, книги Тальмудом, и учат Тору. Он зашел, его приняли очень уважительно, покормили хорошо, и начали с ним общаться в Тальмуде. Он закончил с ним общаться, и они от него очень красиво поплашались, и говорили ему, что пусть обещают им, что он будет возвращаться к ним еще раз. Конечно, да, конечно, да. Он пошел к рабову из Межибужи, Межибужин приехал, и рабов не хочет его принимать к себе на уединение. что такое, что я делал, в чем согрешил. Так, через помощник, рабов говорит, что ты был в этот дом, это место, которое уловили тебя представители клепот, и ты стал связан с ним, ты обещали, что ты вернешься к ним, ты очень был впечатлен от них, они как будто бы взяли тебя к себе, я не могу тебя принимать. Он начал очень сильно плакать, и говорит, ну а как меня это исправить, я же не хотел это. Говорит ему через помощник, идите туда в лесу, вернись к ним, и когда, как только они начнут к вам обратиться, ты начнешь на них говорить, вы никто. И неважно, что они вам скажут, и как они будут выражать своих мыслей, ты должен повторить постоянно, вы никто. Но имейте ввиду, если у вас не получится, то я вас вытащить не могу. Ну, так жить он не хочет. Он пошел туда в лесу, они приняли еще раз красиво, и начали говорить, и каждый раз когда они обращаются к ним, он говорит им вы никто. Они уже поняли, что он говорит вы никто. И начал он, они начали говорить, как вы не никто. Вы видели, что умеем учить Талмуд не хуже тебя. И он отвечает, вы никто. Как мы никто. Как это сказать, мы никто. Мы такие, такие, такие. Он говорит, вы никто. Главный который был у них, среди них очень такой разозлился и говорил хорошо. Кто ваш наставник? Он говорит ему и вы никто. Говорить ему этого главного я сейчас открою наши книги. Там написано каждого человека, кто переступил порогом и перешел хоть один раз в жизни к нашей стороне. Если ваш наставник хоть разу пересекал границу к нашей сторону, мы вас отсюда не выпустим. Но если нет, то мы тебя отпустим. И так и было. Они начали искать в книгах и поняли, что его нет. И отпустили. Тогда давай мы должны теперь разбираться после того, что мы поняли, что каждое действие, каждая речь и каждое мы делаем со стороны клепот. так. Получается. что каждый дальше после того, что мы поняли, что каждая речь и каждый мысл и каждое действие, которое мы действуем в стороне клепот, мы снижаем наша животная душа и самим себе и та же божественная душа идет с нами вниз. Да? Но об этом мы сейчас не говорим, это в других местах написано. То есть мы снижаем наш уровень животная душа еще ниже, то нам надо понять, какие именно мысли, какие именно действия и какие именно речи это совершают. Мы же не хотим это делать. Нам надо понять, какие конкретно. теперь продолжаем продолжаем дальше. Я хотел сделать такой вопрос. У меня такой вопрос. Что значит я? Нам дали божественную душу, мне дали. Я пускаю это, я пускаю это. В чем состоит мое я? Что значит я? Это философический вопрос. Я готов обсуждать, но просто на наш урок я понимаю. это наше наше урок сейчас это не касается. Науки говорят, что это реакция на внешнюю среду и все мозг нам вырабатывать. Ученые такого не говорят. Есть ученые, которые это выражаются. Да, говорят ли что это? Что говорит то? Ученые это не говорят. Есть ученые, которые так считают. Большая разница, да? они пишут книги, они это не такой они, есть он. Есть определенные ученые, которые так думают, а есть другие, которые по-другому думают. Ученые тут ни при чем. Ученые, которые не верующие так думают. Не касается верующих. Это тоже самое разных мнений. Там нет ответа к этому в науку. Но не важно. Важно в том сейчас, что мы уже учили это в 28 главе, что мы, мы, мы это нашей жизни, существование, это животная душа. Животная душа. Животная. Но это не наш урок сейчас, это другой урок. Хорошо. То у нас получается, что нам надо понять, что это такое, да? Что это за мысли, речь и действие. Дальше продолжаем. что это за действие, которое снижает моего уровня животная душа ниже любое действие. Что за речь, которая снижает моего животная душа ниже его состояния с рождением, любая речь? А что за мысль, которая снижает моего состояния животная душа, как она была при рождении любая мысль? Какой мысль, речь и действие касающиеся нашего жизни? И поэтому написано в книге Зоар в главе в шалах ше хен твиру друхо этих речь, мысли и действия по нашей жизни они ламают наш дух. Дальше в хен кол хабибухим любой речь и в хол махшовес и любой мысли ашер лой лаше мхеймо которые не принадлежат Всевишнему Всевишнему в лирцойной или желание Всевишнему в лавайдосе и служба ко Всевишнему вот все они снижают наши животные душа еще хуже что это пируш лошейн ситро ахру и об этом говорят когда говорят в кабале о клепот иногда их называют ситро ахру другую сторону пируш цадах а какой другой стороны шейной цадах душу который не божественный не святой так получается что любой миссу я сейчас думаю что мне надо идти в магазин за покупками я унижал я снижал моя животная душа я говорил о вера или лейб что надо идти поменять колесо я теперь связан с клепот я сказал я взял я не знаю гантели качаться я связался с клепот получается что жить связано с клепот как так дальше в цадах душу а что такой свят который нам хорошо и но оно ашро ва мшоху мгдошу сша накадош буху кеде это свят кеде есть в священному а кеде есть священному кеде кеде находится всевященному элла до вошь бот и слой избор их везде где есть не чувство я бэн бэн бэфой алмамэш если это так и есть что этого не чувствует свое я например кэм алохим эльйоним как высшие ангели которые не чувствуют себя а чувствуют только священному бэн бэкоях колиш исраэль или любого евреяи когда лэматус вис внаши мир шабэко бэкоях ойбот и лью эсмамэш лэггэбэ акадош бэуху внаши силе бит священ священному бэм сират навшэ кэдишо сошэм когда у нас получается бит священ священному когда мы готовы покончить цебой радин его печально очень все печально то есть получается что если я кушаю завтракаю я унижаю моего состояния божественного душа совместно с животного душа становлюсь плохой человек только если я покончу с собой ради всевященного тогда стану хороший очень печально нет это не так правильно но чувак можно делать когда у тебя что-то есть шанс когда нет шанса какой ответ не так не так когда мы делаем это ради всевящному это и есть как заповеди когда я кушаю для того что жить правильно это хорошо когда я кушаю потому что хочется мне хорошо когда я иду в тренировочный зал качаться ради выпендриваться что у меня такие красивые фигуры плохо когда я это делаю для того чтобы быть здоров очень хорошо когда колесо меняешь для того чтобы приехать на койл вовремя это хорошо когда меняешь колесо для того чтобы показать друзей что я могу кататься на машина очень плохо то есть вопрос внутри себя не внутри себя кем я считаю что я делаю с этого мы говорим о внутреннем мой мир для чего я так действую мы говорим о животных душах не божественная душа у божественной души есть заповеди у божественной души есть то ученитор у животной души нет заповеди что она есть жить ради всевышнего это ее воспитание это ее уровень уровень животная душа это жить со смыслом не жить ради себя жить ради себе только падаешь жить ради всевышнему ты поднимаешь себе ее и все почему вчера я говорил с моего любимого учителя потому что я тоже затруднялся много чего понять в данной главе и он меня очень красиво рассказал что есть два выражения хасидут рэбэ мараш объяснил что такое клепа как выражается в нашей жизни действия по линии клепот когда человек говорит я хочу я хочу не потому что так надо а я хочу я хочу это клепо потому что я хочу это скользкая дорога вниз если человек не умеешь ставить тормозы сидит на тормозах он скользает я хочу так глубоко вниз поэтому первое я хочу это уже очень плохой клепот лучше не начинать с рэбэр шаб его сын говорил что того что отец говорил это скользкая дорога действия клепот а какая начало стадии состояния клепот я есть я есть мы не можем бороться мы можем заставить себя меньше обладать внимание на себе но не чувствовать себя мы не можем мы такие сражения так в совершении нас делал и праведник такой он есть но ограничить и контролировать чувство я хочу это другой состоянии это возможно делать